Здравствуйте! На днях мы с мужем выезжали из одного посёлка на юге Израиля и проезжали мимо этой такой зелёной красивой поляны. Тишина, поют птицы. Захотелось немножко отдохнуть здесь. А здесь, с одной стороны, поляна закрыта вот такими зарослями кактуса. Ну, думаю, это обязательно надо показать, как цветут, даже не цветут, а плодоносят кактусы. Показать их плоды и набрать, сорвать немножко домой, полакомиться. Вот такие густые заросли. Покажу вам поближе, как всё это выглядит. Листья вот такие большие, мясистые. И на них, посмотрите, какие маленькие новые отростки, новые листья нежно-зелёного цвета. Но тоже, конечно, с иголками. Вот так грозно они выглядят вблизи. А вот и плоды. На иврите кактус называется цабар, плоды называется сабрес. Заглянула в Википедию, чтобы узнать, как же это по-русски. Посмотрите, какой я способ нехороший нашла, чтобы сорвать плоды. И неудачно, только укололась. Вот так плоды называется опунция. Так сказал мне гугл. И решили всё-таки мы набрать немножко. Муж нашёл в машине перчатку матерчатую. Вы посмотрите, как красиво, правда? Вот на фоне этих грозных листьев. Вот такие жёлтые, оранжевые плоды. Они тоже колючие. Их нельзя собирать голыми руками. И если колючка, вот такие они маленькие, незаметные даже, но если заходят в руку, в кожу, потом долго не можешь избавиться от дискомфорта. А наверху, посмотрите, вокруг вот этого листа, сколько вот плодов так интересно смотрится. Вот собираем. Самые спелые возьми. Вот здесь и снизу. Это, нет, не целые. Уже сок выходит. Пойдёт. Вот внизу есть красненькая, да? Покажи. Ух ты, какой спелый, да? Придём домой, попробуем. Урожай. Наш урожай. Вот такой урожай, небольшой урожай. Саброс или опунции мы собрали. Принесли домой, одели резиновые перчатки, тщательно почистили, вытащили сердцевину. Вот как это выглядит красиво и вкусно. Продолжаем. Продолжение следует...